так я долетел до крепости стражей зимы там написано это единственное место куда нас ведет квест который у нас есть а последний который остался этот пес по моему еще в покое звезды получили также на сразу же сюда отправили поэтому полетку меня здесь было открыто но также мы здесь пробегали когда делали квесты и драконов здесь рядом с так с рамосом чей ну это вроде снизу как с рамос тут наверно сверху и нет летает вообще в той области мы один квест делали поэтому пробегали мимо этой крепости так главнокомандующий халфорд змеевержец что тебе боец и пеший альянса так прочитав послание главнокомандующий семинает его в руке а ты знаешь где теперь все эти люди что перечислены в этом списке вон посмотри там главных ворот это они там свисает сарок приманки для ворда лаков не вижу что он парит и ближе может подойти накстренности падения крепости стражи зимы а лорд форд драгона сглавил сокрушительную атаку на артеса у врат гнева а за это артес направил против нас на кс рамос а в то время как келтузад скрывается в парящий цитадель его военный начальник отель за нас ожидает крепость стражи зимы нижняя часть поселения уже потеряна надежда вызовет выживших а то есть каждой минутой ездить нужно быстро срочно обратись а командиру грифонов урику на грифонии площадки он поможет и быстро добраться до места ступай до какого места а жене не увезет куда-то непонятно куда так а почему здесь вообще на кс рамос мы как бы на кс рамос еще в классике победили разве нет чем он снова здесь за тут он должен был летать видимо нет так какого кто тут приманкой служит не совсем понял но читается под никаких приманок здесь не вижу а может быть потом увидим так и тут еще другие кресты видел где-то были да вот появились давайте это сначала посмотрим хотели я давайте это пока не будем трогать мне кажется он реально когда честно везет говорите поговорить кажется непонятно куда мне отправить так а еще здесь какой-то крест башни башни что-то просто магическое боевой маг лиги 7 легиона у вас нестабильный это было дельфа за альянс странно а магическое королевство долларан а мятна да я самоковым долларан просто предлагает слетать а да все то же самое давайте возьмем вопрос чтобы он нам не показывался больше так и здесь на сей здесь контент другой будет к мест что это у вас тут происходит м м вот проекция келтузада латхиба на босс из знак срамса орлина тоже из знак срамса готика и лоскутика на это четыре квартальных этих босса а это кто а нет это вестник рассвета какой-то а давайте почитаем что он скажет так командир говорит затем я буду говорить о короле рыцаре смерти в на к срамосе мне кажется я не сначала пришел а внутри его источающих зло залов эхо сражения не умаляет ни днем ни ночью в то время как духи наших лучших воинов склоняются склонять к тому чтобы они стали величайшими воинами плети а самые сильные рыцари смерти в на к срамосе это четыре всадника четыре стража келтузады первый из них танкорт аз владеть силой огня силой огня да а следующая леди блами призывающие силу теней и втягивающей души живых в своих поглощающих объятиям а сэр зили зили и у истинный рыцарь настолько крепкий в своей вере что даже сейчас когда он стал нежитью сил света не покидает его помогая ему в бою а последний рыцарь смерти лорд макарейн был лучшим воином из всех рыцарей смерти однако после забыть его из роти он бесследно исчез пока пока неизвестно кого келтузад назначил на его место и оставлю это здесь чтобы вы могли а все как следует рассмотреть должны знать и сильные стороны своих врагов а потому что любая сильная сторона может когда-нибудь обернуться слабостью чем мы снова проходим на к срамосе не понимаю ну сэр зельяк это время четыре рыцари краски четыре всадника получается квартал военный квартал вроде разуви был еще кто-то фарлин это паучий квартал латхип чумной квартал наверное но чумной еще помню был и лоскутик потом еще квартал но и последние пакетузат я хочу может быть какой-нибудь покажет не к одних ладно хотенец еще седьмого легион пахетинцы часовые или гор весь некрасвета кстати мы же когда были в ревущем фьорде мы вытаскивали там откуда-то наш брингере отдали его получать стереону а кстати забыл совсем про это короле зачумелых поганч а вот походу и началось еще раз а там плеть совершенствует а самых самых сильных и омерзительных тварей для своих армий так тадиус собран из плоти женщины и детей говорят что их души теперь единое целое навсегда закон в этой мерзкой темнице из плоти знаете можно еще и на него посмотреть этот адиус этого мы говорили про 4 садик это вот эти есть модели да барон ривендер кстати да там ривендер же был портас было мне кажется не про них говорил а нет вот сердце ли или про них для можно следующего тоже запустить блин надо к сраму с этим мы еще дойдем походим по нему посмотрим там на боссов как-нибудь потом ну ладно он очень плохо это делает разговаривает про всех поэтому давайте брать квест а мой старый враг а мой старый враг верховный генерал а бендис прибыла в нордскол а ей каким-то образом удалось пережить нападение над лань атира и она привела с собой на север небольшое войско они основали новые дольный очаг как юг отсюда конечно это войско может принести пользу в борьбе с плетью однако сама бендис слишком умный противник чтобы оставлять ее в живых а поверь мне если ты если а сначала а если оставить их в покое мы оглянуться не успеем как она вцепится нам в глотку так что мы оставим их без командира и займемся своими делами принеси мне ее голову доказательства что все прошло успешно так это куда-то туда так и он еще про какой-то этот квартал говорит а затем я буду говорить о проклятом паучи им крылья нахс рамос именно там плеть выращивает еще более ядовитые и опасные версии своих сородичей великая вдова фарлина ботаник при жизни разведчик и смотритель арка арханоидов в смерти она управляет паучьими крылом разбирать разбрасывать самые действенные а яды для короля лича блин давайте подождем он немного вроде осталось там вот паучий квартал и нубрикан а фарлина про который он говорил и там еще микс не есть паучок сейчас вот по идее вот этого не хватает квартала это военный квартал инструктор разувий чиник какой-то готик жнец его четыре садника и квартал чумы или как это называется лоскутик гроблус глут адюс так затем буду говорить о проклятом паучьим крылья нахс рамоса так это уже было не ты повторяешься он не рассказал про этого вот этих короче чуваков то же самое говорит они он говорит другое кстати она брикан один из сильнейших пауков павелитель и неруба много лет назад королевичу все-таки удалось победить она брикана и его бывшего повелителя она барака а с и пор этот паука повелитель находится в властеплете говорят он был самым преданным заранником она барака так это погодите а тут поменялась модель лол вау ай да и здесь поменялось они все здесь меняется даже я хочу всех посмотреть но смотрите она брикан это она брикан а а ну бы а рак это по идее которые в этом находится сейчас пытание крестоносца да вот она барак и там лазбос тоже такой паучок так вы на таком членом крылья вода чумной чумной крыло он ходу все способ быть перечислять но он это делает в очень плохом порядке как мне кажется так ладхип чудовищный результат скрещивания живой чумы чумных земель с болотными с болотниками азерота а ладхип говорят умеет очень быстро залечивать свои раны все где-то слышал что он называется ладхип это потому что во первых он что-то там с хиллом связано то есть там что-то лечить надо и типа это замена букв у раньше был какой-то аддон который назывался хилл бот и как бы тут поменяли пару букв и получился ладхип не знаю насколько это правдой что-то такое помню где-то слышал так ну давайте тогда буду ждать когда он будет подходить к тем чувакам которых мы еще не видели и включать а теперь буду говорить самых могущественных сущностях а внутри вершины накс рамоса выяснили это две самые большие угрозы всему нордсколу а сапферон а будучи одним из благородных синих драконов обитающих в горах нордскола сапферон был убит артесом во время путешествия последнего через холодный север а келтузад воскресил сапферон и теперь великий дракон а служит вечным осторожем логово келтузада а встречая тех кто осмеливается перейти дорогу его хозяину вот маленький дракончик это предпоследний босс до переда келтузадом стильной дракон так ждем дальше перья крылья зачумелых поганище в накс рамосе комплей совершать самых что-то там гроблус первый за низ несостоявшийся армии амиссистых великанов он нес в себе чумную слизь и накс рамоса заражая ей а своих врагов заряженные воины возвращается к своим соратниками они тоже погибали от чумы я оставлю это здесь чтобы вы могли она это уже был там теряется а смотрите это лоскутик а когда пошли слухи о его существовании никто в братстве не поверил что поганище может обладать такой силой и скоростью и когда он пол первый раз а поверши и когда он пол первый раз поверивших а практически не осталось да он пол один смысле что куда он пол так все один диалог так готик жнец а мастер некромантии поглощения говорят он обладает силой одним мановением руки посылайте вперед легионы нежити под его руководством даже самый слабый рыцарь смерти может поднимать мертвых осталось получается где-то шесть чуваков и вроде насчитал смотрите кого у нас четыре пять шесть на 6 штук а мекс на рожденные а много веков назад глубоко в горах на артскола ее поймали в чудовищный циталь на ксрамоса где она вскормила свое потомство трупами тех кто смеливался подойти к не слишком близко 5 кайта чел тут говорит не тех челах которые мне нужны спустился вниз и инквизитор халар седьмой легион и также здесь мэр год и и не уверен кто такой год и в варкрафте но я помню год 3 из то что я за варгены сейчас игра и делал цепочку варгенов и как раз типа по квесту варгенов там был а некий год фри а проблема в том что варгены вышли в катаклизме катаклизм вышел после лича что он не уверен мне кажется какой-то другой год и те кто знает что это вообще катаклизмовский чел там сидит непонятно обрати внимание это инструкторы разуви которого килл тузат назначил тренером а всех рыцарей смерти говорят что его собственная техника столь мощно мощно что лишь его ученики способны выстоять против его мощи также кстати я искал кто такой годфри и годфри а есть в крепости темного клыка если лорд годфри и не уверен что это за годфри такой но крепость темного клыка это кстати локация короткие которые находятся короткие рядом с так не калимдор вроде с агилл несом то есть где-то здесь да вот крепость темного клыка агилл нес коротки здесь и находится нельзя на гилл нес кстати щелкнуть можно до утру и на гилл нес а где-то здесь возможно эти визу штуки связаны не знаю хотя еще вопрос а когда типа события с варгенами происходили может быть это было до лича просто нам сюжетки не показывала а катаклизм это банально показал нам смотри это нот чумной именно он придумал как отделять а души живых и помещать их в холодное тело нежити говорят он до сих пор продолжается совершенствовать свое творение лич келту зэд он беспрекословно служит королю а могущественный некромант при жизни оставшие повелителем некромантии после своей смерти говорят что он самый верный из подданных королевича а келту зэд принес испытания который перенес испытания которые давно бы разрушили души даже самых величайших из братства он с готовностью принял смерть от руки артеса чтобы позднее быть возвращенным перерожденным в силе солнечного колодца в чумных землях келту зэд был снова побежден потерялки на землях келту зэд был снова побежден водными серебряного рассвета однако его талисман доставили ложному агенту братства мы пока не смогли узнать кто и почему украл его талисман я ставлю это здесь окей все получается мы убили келту зада то есть мы реально прошли на экстрамот всех там поубивали но лич снова их всех арестнул это так работает так не получается остался последний вроде только это глут слины вроде уже все были давайте если он прям сейчас давай куда он идет но это не глут к сожалению ну блин я прям сюда пошел короче на давайте не буду ждать глута келту зата на самое главное увидели там интересно я думаю углу за не будет ничего интересного принципе плюс-минус всех посмотрели а и давайте лучше двигаться дальше по квестам нас отправили сюда это супер далековато но возможно полетка нас туда отправит мне я уже забыл куда-то мне мы должны были отправиться пристать здесь реально кстати как-то мало впить щеки и побег теньки будут чувствует вообще происходит верно пустая делай тот на всякий случай взять ну ладно скажешь чем могу быть полезен окнакс рамос и падение крепости стражи зимы а два дела с этими летать на этих животных впрочем это проще просто здесь и говори ему куда лететь а полет защитника стражи зимы а при помощи этого свистка ты сможешь призывать грифон стражи зимы убираться на него и направляться к руинам деревни стражи зимы а ныне известным а как поля падальщиков на юго-востоке отсюда когда доберешься до полей смотри в оба и ищи а без помощных селян крепости стражи зимы а когда заметишь кого-то из них опускаться ниже и с помощью грифона двери несчастного привезя спасенного сюда на грифоне площадку а там повсюду кишат войны плети так что не из не издевай удачи спасите 5 беспомощных эти и у холмов есть не только глаза а пока мы сосредоточены на удержании наших позиций в крепости стражи зимы и на том чтобы разобраться с событиями разворачиваемся в рады гнева батальоны из самого западного края прокладывают себе дорогу сквозь плотные заросли и не множество негостеприимных обитателей седых холмов и все это в надежде найти другой путь к ледяной короне лейтенант думан находящийся в приюте кентарной сосны составил список физически крепких жителей готовых рискнуть жизнью и плотью в этих неизвестных неизведанных диких земных местах а не хочет ли тоже вы принять этот вызов отметьтесь у лейтенанта в приюте а ты на севере то что да и куда-то полетел так я да блин а я мигом доставлю тебя в приют янтарной сосны нам только нужно сначала сделать эту короткую остановку куда я уже полетел не верните меня назад опора света нет тут опора света куда я лечу сюда видимо или я собирать ничего мне бы это сыграть там чуваков не надо наездник на грифоне скрепчите стражи зимы это я кстати чему это я а здесь лол чел сидит сейчас увидел и я не один лечу а ко мне там спасать кого-то не надо не а мне вообще другой лог куда мой челкин стоять назад о лол и нажал кнопку выпрыгнуть и она впервые сработало меня выкинули окей в общем всегда так нельзя было делать полетели ага прилетели так я могу зато заюзать и плететь снова ну-ка вот так и как не спасать а позволяет выхватить беспомощного селянина крепости из-за челюсти проголодавшегося покойника высадка спасение спасенного селянина и ушать скорость полета на 350 окей понятно так ну давайте искать кого нам спасать нужно а вот этих видимо спасать ну-ка стоять и уж как опа давай давай садись ну садись а как это не он а не вставать ой ты чел наконец-то так я могу сразу двух мне кажется что нет раз он тут уселся так а спасать не куда надо туда крепость считается за спасение так но здесь пока еще враги давайте куда-нибудь где нет врагов сюда засчитается залезай ты точно знаешь как управлять этой летающей штуковины что-то мне не как-то боязно ты офигел нормально и чё до его высадить и требуется находиться на грифонной станции так разве смогу я когда-нибудь оплатить тебе за это где там был я забыл что-то потому таскать их такой себе куда-то супер далеко я забыл куда а где-то грифонная станция здесь же где-то было не не хочет слезать что-то не помню все это же где-то здесь было не убрали воду патч вышел они переделали все куда наделась ты лол она здесь была все 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 здесь справа да да даже здесь далеко а невозможно делать на это по одному такой себе спасать ну ладно давайте попробуем так ускоряемся на не забываем окно что я чоков поближе поискать это чё-то это слишком далеко было что такое а чумной фургон не сдавается скелет и они этой штукой закидывать поэтому это пульта и что вообще нету механизма закидывания это не просто собой возят и зачем они это используют типа выливают на кого-то так стоять ну-ка не трогать а так попасть и проблема в том что на мирных таргет не работает чьи этап а не поймал ее полетели а куда лететь это был куда-то сюда надо было вроде на вот все ориентируясь более-менее у этой ног с рамос да да летает тут я так понимаю на кс рамос здесь снова летает потому что мы когда убили келту зада должны были забрать какую-то штуку который с помощью которой можно было его арестить и когда мы ее забрали мы отдали не тому чуваку этот чувак видимо служил а личу и вернул эту штуку личу вместо того чтобы и уничтожить там или еще что-то сделать я не нам снова придется защищать так с рамос а другие чуваки которые там были и у меня не тоже так же резнулись и сладная если бы килту за только вернулся да уж весь на кс рамос вернулся и все его жители как у них это произошло возможно по той же самой причине что и келту зада он бежит прям на меня стоять все плетели друид и сколько мне еще а 2 осталось ну давайте последнего этого я сам уже доберу и его жил последнего это ведь не туда или за его прикольных есть мне понравился принципе редко и бывают а вот прямо здесь уже летаю все последний чувак готов сдаем а прекрасно платье возвращение наших жителей мы снова сможем привести эту крепость нормальное состояние а возвращение к верховному главнокомандующему вернись скорее к верховному главнокомандующему халфорту змею вершицу а блайт скажи ему что твои миссии выполнены и что они многие оставшиеся в живых жителей деревни вернулись к работе а за альянс и тут серьезно все один крест был и а другой квест меня отправил сюда а нет еще я квест сюда же был точно мимо халфорта дает вам честь а все жители вернулись к работе так быстро молотом солдат а мы вновь отстроим и укрепим этот городок глаза муркнуть не успеешь и вскоре будет готово подкрепление чтобы помочь лорду фордрагона врат гнева я конечно я забегаю вперед на самом деле еще и много нужно сделать прежде чем мы сможем дать даже начать я думать о том чтобы послать тебя на помощи болвару а перчатки мне краски не хватает не помню там перчатки которые даже транс может нельзя или уже можно и помню но эти явно лучшим так спасение с городской площади эта дорога ведет на городскую площадь крепости стражи зимы некогда там кипела жизни теперь же это зона боевых действий кишащие злобными упырями жаждущими о месте всему живому а в зданиях окружающих площадь заперты деревенские жители надо спасти понимаю платы прошу очень много вот и единственный солдат без которого я могу обойтись а что ты единственный солдат без которого я могу обойтись чего то есть я ненужный здесь до освободи наших людей ступай на площадь а в одевать и дома убивай все кто а попытается тебе помешать если выживешь возвращайся ко мне что я не понял эту фразу понимаю блайт я прошу очень много но ты единственный солдат без которого я могу обойтись что это по меня унизили тут нет а долины вершины горы и хиджала зубы чиписки селитусы смертоносные армии легиона мы прошли через все у нас нет имен мы лишенные лиц сыны и дочери альянса клянусь светами мощи альянса первый удар принадлежит нам а последний удар это все что увидит наши враги мы седьмой легион вершины долины горы хиджала хиджал уже был стоп а в каком он дополнение этот рейд я не уверен влече его вроде нету в быка был битвы за гору хиджал до течет пропустил архимонт реально пропустил трейд даже не видел ни у кого а когда он был лютых лад нет ирон а заругал а сголор архимонт один шалко ну ладно а куча крестовцы появился дема и гном что-то награды не вижу как отказаться полувспых недавно потребовал на моей группы специалиста которого можно было бы отправить на разведку на рудник стражей зимы и отправил к нему с линкина своего подрывника это думал что он сможет закрыть эту проклятую яму после того как выполнит поручение полувспыха обеспечив нам таким образом еще одна победа над плетью но он пришел уже прошел уже целый день а с линкина до сих пор нет а мне нужен ответ поговорить с осадным инженером и полувспыхом и тащи моего пропавшего агента а награда то где награды не вижу а судьба погибших по городской площади куда ведет эта дорога бродит жители крепости превращенные в нежить наш собственный склеп превратился в источник всех все новых воинов плети это наши бывшие собратья да но не надо их ощутить блайт когда-то все они были смертными способными мыслить и сострадать теперь же это лишь и гнусная нежить которая одна цель уничтожить нас а ступай на городскую площадь отправь мстительных упырей к их создателю пусть упокоится в мире ведь и 15 упырей вот здесь есть награда там не было если делать буду а хотя ну может быть совсем рядом могли бы хотя бы там 10 меди дать а сад инженер полувспых дима гном я ужасно виноват друг мой боюсь что торопясь добыть ту незнакомую руду из рудника от стражи зимы и нечаянно обрек агента слинкина на на смерть а в поисках слинкина а и не получал вести от слинкина и не знаю какая судьба его постигла однако же возможно могу помочь его отыскать полувспых протягивает вам маленькую заводную игрушку это теперь не игрушка наш новый друг это мое последнее изобретение эта машинка предназначена для того чтобы отыскать потерянная ситуация конечно неблагоприятная однако эта машинка твой единственный шанс найти слинкина а когда будешь готов приступить к поискам поставь робота на землю рядом со мной мой еще квесты лан тут что-то слишком много весов начали давать наконец-то а то блин началось дали всего один квест и то хрен знает куда и вот теперь уже похоже на то что здесь какая-то грабельная зона теперь будем все это при принимать и выполнять